На День города почти весь проспект мира сделают полностью пешеходным. Сотни и тысячи красноярцев смогут гулять прямо по проезжей части. Однако пока из-за ремонта здесь даже сложно пройти и по тротуару. Пока горожане всё ещё вынуждены идти по дороге, уворачиваясь от машин и нарушая правила. Однако организаторы Дня города уверяют, что к 25 августа здесь всё поменяется. Там, где не успеют уложить новое покрытие, не будут скрывать старое. Всё просто приберут, чтобы к работам вернуться уже после праздника. В этом году День города будет проходить на центральной улице Красноярска. Но карнавала не будет. Здесь раскинутся многочисленные тематические локации. И прежде чем пригласить горожан на праздник, организаторы сами идут по проспекту мира и обсуждают все технические и творческие задумки. У нас начинается от улицы Кирова. Это у нас идёт такой театральный, так скажем, квартал. Там обозначение у нас, отправная точка, так скажем, это театр Пушкина. Там у нас тематические площадки, такие как школа балерины. Там будут устроены фотозоны, все желающие могут примерить на себя пачку, вне зависимости от возраста. Дом кино также свою площадку вставит. Это какой-то интерактив, связанный с киноиндустрией. Всего на центральном проспекте от улицы Горького до площади мира будет располагаться 50 различных площадок. Такого масштаба Красноярск ещё не видел. Задумка этого дня города – пригласить горожан прогуляться по обновлённому центру. Здесь появится много шатров и тематических локаций, которые можно разделить на 4 основных зоны. Спортивная, где можно узнать всё о здоровом образе жизни и поучаствовать в занятиях йогой или фитнесом. Гастрономическая, где можно попробовать всевозможные вкусности, а также семейная с развлечениями для детей и творческая площадка с различными мастер-классами. Всё будет на улице. Кафе, конечно, в обычном режиме тоже будут работать, но мы приглашаем предприятия общественного питания выйти с уличными кафе, с лотками, с шатрами, с павильонами прямо на проспект, чтобы это выглядело таким настоящим большим городским парком. Вдоль проспекта Мира установят около 10 музыкальных точек, а на одном из перекрёстков даже смонтируют сцену. Это будет прям сцена, но она будет не то, что на перекрёстке, она, конечно, не будет мешать передвижению людей по проспекту Мира. Она будет располагаться в углублении улицы Винбаума. Ну, перекрёсток Мира-Винбаума, но она будет располагаться территориально именно на улице Винбаума. Это главная сцена, на которой в течение всего дня будет идти так называемый концертно-танцевальный марафон. Там предполагается участие творческих коллективов, муниципальных, краевых, самых разнообразных. Телеканал Енисей тоже присоединится к празднованию Дня города. Наша площадка будет располагаться возле Красноярского государственного аграрного университета. Здесь можно будет окунуться в закулисье телевизионной жизни, попробовать себя в роли телеведущего и узнать больше о работе корреспондента и оператора. Когда стемнеет, организаторы планируют включить новую красивую подсветку городских объектов, например, здания культурно-исторического центра и Красноярской филармонии, а также вантового и коммунального мостов. Финальной частью программы станет концерт хора турецкого на площади мира и традиционный праздничный салют. Ярослав Цымбал, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Новости.